Друзья, всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня будет довольно сложное для меня видео, макияжное, но давно уже не было на моем канале таких роликов. И сегодня я предлагаю вам собираться вместе со мной. Я буду делать макияж летний, бронзовый, ни на что другое моей фантазии не хватает, к сожалению. И также я покажу вам косметические средства, которые недавно приобрела. Кое-что покупала в Таиланде, кое-что дома. И это довольно интересная косметика, но при этом еще и бюджетная. Давайте что-нибудь попробуем сделать и начинаем! Почему я сказала, что видео макияжные для меня довольно сложные? На самом деле здесь ряд причин. Ну, во-первых, потому что я не визажист и не имею каких-то особых навыков делать себе макияжи профессиональные. Также мне не хватает фантазии и разнообразия, чтобы что-то себе особенно вырисовывать на лице. Поэтому я показываю вам такие макияжи, которые ношу просто в обычной жизни. И второй момент, он только технический. К сожалению, моя камера имеет довольно шумный автофокус, поэтому я снимаю только на ручном. Поэтому я могу вот так вот иногда выпадать из кадра. Вот видите, мне стоит немножко наклониться к зеркалу и все. Поэтому я максимально собрана, сконцентрирована. Но попробую все-таки хоть что-нибудь наглядно продемонстрировать вам. И давайте начнем прям по ходу, поэтапно, по мере того, как я создаю макияж и буду показывать вам косметические новинки. Начнем, конечно, с выравнивания тона лица. И я купила в Таиланде новый кушен. И это кушен марки Maybelline. Вот таким образом выглядит коробка и сама упаковка кушена. И, как вы можете сразу заметить, это BB кушен, BB средство. У нас на стендах Maybelline я не встречала подобного средства, поэтому оно мне сразу бросилось в глаза. Внутри упаковки расположено зеркало. Также здесь самый обычный спонж. И губка, пропитанная тональным средством. Вот сразу сейчас могу напугать самых чувствительных и ранимых. Этот кушен произведен в Китае. У меня никогда не было китайской косметики, поэтому это самое первое средство. Я, конечно, тоже не в восторге от того, что этот кушен китайский. Я наивно предположила, что он тайский и узнала о том, что он произведен в Китае, только когда уже его купила и начала распаковывать. В этом случае, конечно, тайскому производителю я доверяю больше, если честно. Да, ну раз уж купила, мне было интересно попробовать, тем более, что мне нужно было дополнительное средство солнцезащитное. И этот кушен имеет SPF 29, ни больше, ни меньше. У меня оттенок 03, по-моему, был самый темный в линейке. Но что-то мне подсказывает, что он будет сейчас для меня довольно светлый. Но давайте попробуем. Когда я его покупала, у меня был еще не столь сильный загар. Кстати, вам может быть даже это и незаметно, что у меня сильный загар, потому что достаточно ярко у меня сейчас освещение. Но в любом случае, самые реальные цвета я всегда показываю на фотографиях в конце или в середине видео. Поэтому наглядная картинка, достоверная, конечно же, будет обязательно. Мне довольно сложно судить о том, какой кушен матирующий, но про этот могу сказать, что он довольно суховат. То есть я привыкла, что кушены сами по себе весьма влажные. То есть здесь вот это влажное ощущение, но совершенно минимально. Сейчас можно хорошо видеть, что средство имеет среднюю плотность, даже ближе к высокой. То есть довольно хорошо перекрывает естественный тон кожи. Я привыкла ожидать от кушенов более влажного, сияющего финиша. А здесь покрытие, ну не скажу, что матовое, все-таки светоотражение есть и сияния вполне достаточно. То есть по ощущениям нет вот такого чувства чрезмерной влажности. Но при этом вот я сейчас прикоснулась и вижу, что кушен все-таки не уселся еще до конца, поэтому ему нужно будет время. Это, конечно, не самые первые мои впечатления. Я уже несколько раз пользовалась этим кушеном и в отпуске, и здесь по приезду дома, но не могу сказать, что мне средство понравилось. Во-первых, не нравится мне вот эта ситуация, когда кушен заметно в зоне роста волос. Он прям цепляется за волосы, и поэтому невозможно его распределить спонжем. То, что он цепляется за волосы и плохо растушевывается, это еще полбеды. Самая главная неприятность, которая ожидает с ним, это то, что он проваливается в поры и подчеркивает их. Вот таким образом выглядит кожа с нанесенным BB кушеном. С этой стороны здесь кожа без средства. Ну, я думаю, что на этом я с тональным покрытием и закончу. Бесполезно его как-то дополнительно тщательно растушевывать. К сожалению, он все равно заметен на коже. Для разнообразия пойдет. Самое главное, что я вам это средство показала, показала наглядно. И я думаю, что это не тот вариант, за которым стоит гоняться, как за чем-то эксклюзивным и недоступным. Я думаю, что за эти деньги можно найти что-то поинтереснее. Вы уже знаете, что самый любимый мой карандаш для бровей, это карандаш марки Dior Brow Styler оттенок 002. И некоторые из вас советовали мне также попробовать ему на замену карандаши компании Vivienne Sabo. У карандаша Dior очень тонкий ювелирный грифель, которым легко прорисовывать отдельные волоски. И точно такой же тонкий грифель и у карандашей Vivienne Sabo. Так как в корнере Vivienne Sabo были большие проблемы с тестерами на эти карандаши, невозможно было хорошо сравнить оттенки между собой, поэтому я взяла сразу два оттенка 02 и 03. Я поняла, что ближе к этому оттенку все же карандаш 03, хотя он все же больше уходит именно в тауповый оттенок. То есть идеального попадания не случилось, но максимально близким оказался 03. Первым делом я просто прочесываю брови, можно сказать, очищаю их, снимаю излишки тонального средства, которые могли попасть. Теперь при помощи этого тонкого стержня буду просто дорисовывать волоски там, где их не хватает. По своему качеству, по тому, как держатся в течение дня, эти карандаши мне понравились. Но вот единственная у меня претензия все-таки к оттенку. К сожалению, тройка, вот при определенном освещении иногда ее тауповый оттенок может уходить чрезмерный сиреневый. Ну а теперь покажу вам самое интересное. И это будут потрясающие тени, которые я также купила в Таиланде. И купила их по совету моей коллеги-блогера Олеси. Олесе, тебе огромный привет и большое спасибо за рекомендацию. У меня здесь есть монооттенок и тройка. Сегодня буду использовать три оттенка, а монооттенок я вам уже показала у себя в Инстаграм, как он выглядит. Но как-нибудь еще тоже сделаю с ним макияж. Сегодня макияж буду делать с этими тремя оттенками. Давайте быстро покажу, как выглядит монооттенок. Это тайская косметика фирменного магазина Beauty Buffet. У них довольно широкий ассортимент косметических средств. Много чего я там посмотрела, но так как я была нацелена на тени, то их и купила. Сами по себе эти Beauty Buffet и Бакалеи очень симпатичные, с милым оформлением. И такая же милая по дизайну в них и косметика. Например, серия теней в монооттенках представляет из себя форму пирожных макарон. Первым делом, конечно же, мой взгляд упал на коричневые оттенки. Я их очень люблю и, в общем-то, в основном только ими и пользуюсь. И как раз среди околокоричневых оттенков мне крайне приглянулся оттенок под названием Шоколад. Таупово-коричневый с присутствием серебристого отблеска. Невероятно красивый. И мне очень нравятся такие самодостаточные оттенки, которые сами по себе делают отличный макияж. И знаете что? Я бы абсолютно без угрызения совести рекомендовала бы эти тени поклонницам теней марки Tom Ford. Тем девушкам, кто любит марку Tom Ford за уникальность оттенков, за фирменный шиммер и за возможность легко и просто работать с их тенями. Эти тени замечательные. Они шелковистые. Они набираются буквально от легкого прикосновения пальцем. Они изумительно легко растушевываются. Разве что я бы все-таки рекомендовала наносить их на базу под тени, для того чтобы они лучше держались и сохранялся насыщенный цвет. Я также хотела купить себе насыщенный синий оттенок без подобной красоты. Также был и золотисто-коричневый посветлее, но к сожалению в наличии ничего не оказалось. Их просто сметают. У них невысокая стоимость и на наши деньги получается в районе 400 рублей. Если будете в Таиланде, найдете тени в форме пирожных макарон, смело берите, они вам понравятся. Ну а сегодня я буду делать макияж с другими тенями. Вот с этой тройкой. Вот в такой забавной упаковке они были. Здесь уже намного привычнее упаковка. Обычная прозрачная крышка, откручивающаяся. И внутри находятся три оттенка. Базовые, универсальные, но самые ходовые у меня и самые любимые мои. Здесь находятся три оттенка. И все они отличаются между собой своей текстурой. Светлый оттенок кремовый, матовый коричневый темный и бронзовый золотой сатиновый. Эти тени тоже вполне бюджетные. И тем более на них была еще дополнительная скидка. И обошлись они мне в районе 300 бат. Ну в два раза увеличить, получается около 600 рублей. И также эти тени великолепного качества. Также не пылят, также легко и удобно с ними работать. Но я не знаю просто как им это удается. Если бы я увидела эти тени в другой, более люксовой упаковке, я бы поверила, что это ну как минимум Шарлотта Телбери или же с ней какая-нибудь марка. И так здорово на самом деле находить такие бюджетные варианты и при этом изумительного качества. Ну давайте теперь от слов ближе к делу. Как рекомендуется в инструкции к этим теням, для начала нужно нанести светлый кремовый оттенок в качестве базы подложки под тени. Я пробовала использовать этот оттенок самостоятельно как базу под тени, но к сожалению на моих веках стойкости он не придавал. Поэтому мне все равно дополнительно потребуется база под макияж. А вот теперь уже можно использовать и светлый оттенок. Я буду наносить его сначала под бровь. И здесь можно не бояться, потому что оттенок, да, он придает конечно сияние, но при этом не будет чрезмерно выбеливать. Я использовала абсолютно разные способы нанесения этих оттенков, но давайте сегодня продемонстрирую так, как рекомендуется использовать их по умолчанию. И светлый оттенок буду наносить примерно на треть века, не заходя уже на область вот этого внешнего уголка. Таким образом бронзовый оттенок в эту область будет накладываться чуть плотнее и поярче, ну и также появится дополнительная подсветка. На внешний уголок не наношу, потому что там у нас будет матовый коричневый оттенок. Сегодня будет макияж в самой классической схеме. Теперь я беру кисть 217 Мак и набираю матовый коричневый оттенок. Начинаю прорисовывать внешний уголок глаза, затемняю его. И растушевываю, растягивая оттенок к внутреннему уголку глаза. И растягиваю сюда просто остатки теней, которые есть на кисти. Теперь я возьму пушистую кисть, это Мак 224. Буквально еле касаясь, наберу совсем немного этого же оттенка и продублирую эту же растушевку и сделаю ее более вуальной. В конце я, конечно же, покажу вам макияж поближе, более детально. Но даже сейчас, просто растушевывая один этот коричневый оттенок, я уже нахожусь в каком-то бешеном восторге, потому что создается ощущение, как будто я использовала, ну как минимум, два или три оттенка. И это в самом деле просто чудо раз чудесное. Друзья, за такие деньги тени в палетке Too Faced Chocolate Bar, которые я также вам нахваливала, даже они не дают такую замечательную растушевку, такую профессиональную, я бы сказала. Теперь я возьму плоскую кисть Мак 239, также этот оттенок набираю на нее и прорисовываю нижнее веко. Прям совсем немного, просто соединяя наш внешний уголок, который получился немного вытянутым, я его чуть-чуть опускаю сюда, на нижнее веко. И также этой кистью Мак 239 набираю этот красивый бронзовый оттенок. И просто накладываю его поверх нашей светлой подложки. Такой насыщенный цвет, такой солнечный. Ну, правда, вот Too Faced Honeymoon, как минимум. Также возьму эту пушистую кисть и просто один цвет смешаю с другим, легко-легко касаясь кистью. Ни одна пылинка, ни одна наночастичка этих теней не упала, не осыпалась мне под глаза, ощущение, как будто я работала с кремовыми текстурами. Теперь я возьму эту же бронзу на плоскую кисть и добавлю по нижнему веку в центр. Возьму темно-коричневый карандаш марки Beauty Drugs. Качество этих карандашей мне абсолютно не понравилось. К сожалению, карандаш, смотрите, он свободно раскачивается внутри корпуса. И также не могу сказать, что какая-то особенная текстура и стойкость у этих карандашей. Ну, добиваю и потом куплю что-нибудь новое на замену. Я прорисовываю ресничный край верхнего и нижнего века. Я сама спокойно прокрашиваю эту зону, водную линию на веке, но при этом, когда смотрю, как это делает кто-то другой, у меня прям мурашки по спине. Теперь для чуть больше выразительности я добавила, ну, буквально вот в самый-самый внешний угол глазу немного карандашной линии и сейчас ее растушую. Это не будет никакая стрелка, сохранится немного миндалевидная форма моего макияжа, но при этом не слишком кошачья. А если прорисовать только внутреннюю часть, то глаз получится слишком круглым. Мне осталось оформить только губы. Возьму новую помаду, еще даже не распечатывала ее. Это L'Oreal серия Colorish и у меня оттенок 230. Купила ее буквально на днях в Золотом Яблоке на распродаже. У них есть отдельные секторы, такие корзинки, ящики, в которые они сбрасывают разные товары на распродажу. Вот как раз там, покопавшись, я нашла этот оттенок и посчитала, что он подойдет как раз для летних макияжей. Обожаю, когда берешь в руки только новую помаду, всю еще такую гладкую, целую, с надписью. Ну, что ж, приступим. Такие оттенки, конечно, не назовешь универсальными, они хороши как раз-таки под загар. Вот первое, что мне не нравится, то, что помада не накладывается равномерно. Да, вот я, например, делаю так губами, она не разравнивается, а наоборот собирается какие-то борозды. Ну, сейчас подожду, может быть, помада все же усядется, но пока... нет, пока мне не нравится. Ну, что ж, я закончила собираться, закончила делать макияж. Более детально и крупно покажу его в самом конце видео. А сейчас хотела бы еще раз напомнить вам о тех косметических средствах, которые самые лучшие, которые больше всего мне понравились. В первую очередь, это, конечно же, тайские тени. Из магазина Beauty Buffett это и монооттенки, и тройки, и исключительное качество, люксовое качество по цене масс-маркета. И это, девчат, единственные пирожные, которые нас с вами украсят. Тени отличные, советую от души. Следующее, что мне понравилось, это карандаши для бровей Vivienne Sabo. Тонкий стержень, замечательно ювелирно прорисовывают волоски, отлично держатся на коже даже в самую жару. Единственное, что не так идеально у них все с цветовой гаммой, поэтому выбирая, тщательно тестируйте и пробуйте, что вам лучше подойдет. Что касается китайского кушана Maybelline, к сожалению, нет. Он мне не понравился, не понравилось, как он ведет себя на коже. И также недовольна я осталась этой помадой L'Oreal из серии Color Rich. Так и норовит куда-то сбежать, или же наоборот собирается в уголках губ, в слишком насыщенные отдельные куски. Ну, нет, к сожалению. В скором времени на моем канале появится еще один летний макияж, но только там будет косметика уже люксового сегмента. Также будет много новинок, которые я покажу вам на себе. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и смотрите этот макияж поближе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok